Всем привет-привет! Смотрим сегодня расклад на тему, на чем сейчас ваш фокус внимания, на чем вы сфокусированы. Так, давайте мы сразу приступим. Итак, позиция номер один, голубенький камешек, единички. Смотрим, на чем сейчас ваш фокус внимания, четверки кубков. Но сейчас такое ощущение, что вы сфокусированы, сфокусированы, во-первых, сфокусированы на себе, ну то есть на интровертности, прошу прощения, на изучении чего-то нового. Здесь как будто бы меняются какие-то взгляды у вас на вашу жизнь, возможно на те знания, которые вы сейчас получали. То есть они каким-то образом, да, здесь человек даже еще читает книжку, возможно вы действительно что-то сейчас изучаете. То есть вы сейчас полностью поглощены изучением чего-то, да, либо получили какую-то информацию, либо изучаете что-то. Но вот то, что вы сейчас, на чем вы сфокусированы, это меняет ваше мышление. Это меняет, могу сказать, ваше какое-то мировоззрение. То есть здесь возможно такое чувство, что вот на что-то у вас как будто бы открываются глаза, да, то есть что-то вы здесь вскрываете. Эта информация, это не то, что вот вы почитали какую-то художественную литературу, да, и получили удовольствие. Нет, а здесь возможно какие-то научные, может быть, статьи, может быть, что-то связано с метафизикой. То есть то, что здесь как будто бы ломаются какие-то убеждения, да. Ну вот вы как, тусмичей говорит о какой-то холодной энергии, которая разрезает что-то внутри вас. Это не болезненно в плане того, что это причиняет вам как-то боль. Нет, а это как-то освежает. Да, здесь такая свежая энергия, но при этом она такая мощная, холодная, режущая. То есть что-то вскрывается, что-то вы тут такое узнаёте, что же вы тут узнаёте. Смотрите, здесь может быть по твойке кубков несколько интерпретаций. Одна может говорить о том, что вот вы что-то узнаёте по поводу партнёрства, да. Может быть, это касается вашей личной жизни. Какие-то ваши взгляды меняются, какие-то убеждения, которые повлияют, возможно, на ваше партнёрство. Возможно, это партнёрство с самим собой. То есть вы приходите к какому-то своему пониманию себя, да. То есть если вы изучаете что-то касательно вас самих, да. То есть ваших взглядов на жизнь, да. Вашего мировоззрения. То есть если вы хотите прийти к единению с самим собой, да. То есть к полному слиянию. То есть это тоже может быть. Возможно, здесь вы изучаете, если мы не будем говорить в контексте саморазвития, а что-то такое вот банальное касательно обычной жизни. Ощущение того, что вот вы как будто изучаете какой-то договор, который вам нужно подписать, да. Вскрываете какую-то информацию. То есть вам, допустим, предложили какие-то документы, которые необходимо подписать. Но вы понимаете, что есть какие-то пробелы у вас в этом. В этой информации. И вам нужно что-то дополнительно изучить. И вот вы сейчас заняты этим, да. То есть прежде чем поставить свою подпись, вы как будто бы что-то досконально изучаете здесь. Может быть как-то дополнительное. То, что поможет вам прийти к какому-то союзу, тандему, партнерству, возможно. То есть какая-то дополнительная информация здесь может быть. На чем еще? Ну здесь вот король мечей, да. Здесь очень много знаний. Здесь очень много информации. Выстраивание, возможно, какой-то стратегии. Может быть вы задумываетесь над тем, что, я не знаю, создать какую-то компанию вместе с кем-то, да. Либо создать какое-то дело в партнерстве. И обдумываете свои какие-то ходы. Но здесь интересный такой момент по королю мечей, который говорит о том, что здесь не, хоть вы и сфокусированы, но здесь информация, она может быть разноплановая, но вот как-то в одном направлении. То есть, например, если это связано каким-то образом с самопознанием, да, вы можете, например, там, я не знаю, изучать какую-то научную литературу, связанную с нашим мышлением. И одновременно в контексте мышления и того, как устроен человек, можете читать какую-то литературу эзотерическую, да. То есть, казалось бы, это разные направления, вот, но тема изучения, она одна, да, то есть здесь об этом. И вот вы переводически перескакиваете. То есть вы находитесь сейчас в той стадии, когда поглощаете информацию, я бы так сказала, да, которая поможет вам по королю педаклей обогатить себя, да. То есть, с одной стороны, для кого-то это может быть в прямом смысле, да, вопросы заработка. Для кого-то это могут быть вопросы, связанные с учрением качества вашей жизни, да. А для кого-то это могут быть вопросы касательно стабильности какой-то вашей жизни, ну, либо духовного какого-то обогащения. Либо вопросы, которые говорят о стабильных каких-то взаимоотношениях. То есть здесь не про брак, а вот именно стабильные какие-то взаимоотношения на постоянной основе. То есть вы как будто бы думаете, размышляете об этом. Ну, то есть здесь варианты разные, да, у каждого своя сфера, но, в общем, речь идёт здесь об этом. Хорошо, давайте посмотрим, на каких событиях. Посмотрим на колоде Таро Сумасшедшего дома. Может быть, эта колода нам покажет, на каких событиях вы здесь фокусированы. На каких событиях, коробку луков, да. События, которые связаны с вашим состоянием эмоциональным. Либо что-то, что связано, возможно, с видоизменённым состоянием, да. Либо это связано каким-то образом с вашим бессознательным. Либо то, что вы изучаете, это имеет отношение к вашему прошлому. Ещё какие события, да, на каких событиях. То есть события могут быть из прошлого. То есть если отношения, то это какие-то отношения из прошлого. Если это партнёрство, то человек, с которым вы уже знакомы, это не новый. Королева мечей. Она каким-то образом имеет отношение к коммуникации, да. То есть к умению, возможно, выстраивать коммуникации. Либо коммуникация, причём не только с людьми, но и коммуникация с миром, да. То, что мы говорим, умение взаимодействовать с людьми, умение взаимодействовать с миром. То есть меняется здесь ваше убеждение, например, в контексте того, чтобы, как-то, не знаю, проще относиться к чему-либо, да. Взял, дал, взял, там, непринуждённо как-то отпускать что-то, да, не держаться за что-то, не придавать какую-то значимость. То есть здесь коммуникация, она может быть ещё и связана с миром. Ну и аркан умеренности, как раз-таки, нам говорит здесь про время, события, когда либо вы действительно как-то работаете, не знаю, с космосом, со временем, в понимании прошлое, настоящее, будущее, да. Либо вы изучаете эту тематику, либо, опять-таки, в контексте самопознания, там, вспоминания каких-то прошлых воплощений, да, либо вообще познания именно нашего сознания, либо бессознательного. То есть вот здесь что-то такое. Либо, если мы говорим о более приземлённых вещах, аркан умеренности говорит о размеренном темпе жизни, о том, что, не знаю, может быть здесь даже восстановление может быть после каких-то заболеваний. Может быть, как сделать так, чтобы я всё время был вовремя, да, чтобы всё успевало. Ну, вот здесь вот, в общем, речь идёт о каком-то порядке. Либо вы налаживаете какой-то порядок, да, то есть это порядок в своей голове, это порядок в вашей квартире, может быть, да, это порядок в вашей теле. То есть здесь вопрос времени, туз-педакли как раз-таки говорит о том, что новые какие-то идеи. То есть вот через вот это вот вскрытие по тузу мечей, получение информации, да, у вас наступит в дальнейшем очень такой активный этап порождения творчества, да, то есть порождение каких-то идей. Когда я говорю про творчество, я не имею в виду искусство, изображение, рисование и так далее. Я имею в виду, в общем, рождение каких-то идей, что-то сделать, да, куда-то пойти, на что-то обратить внимание, что-то изучить. То есть вот такой, знаете, поток, вот ощущение излияния на вас, энергии какой-то света, да, которая вот наполняет вас, насыщает и способствует вот какому-то вашему дальнейшему действию, да, развитию. Здесь об этом идет речь. Ну вот туз кубков, то есть выпали почти все тузы, да, туз монет, туз кубков, туз мечей. Говорит о чем? Ну, здесь вы работаете с сознанием, да, то есть либо кто-то, да даже если эта тема касается личной жизни, вы все равно к ней не подходите с точки зрения какой-то вот приземленности, здесь как будто бы вы меняете себя. Меняете свои взгляды, меняете свое восприятие, и вот этим вы влияете на ваше отношение. Каково рода бы они не были профессиональные, либо личные. Но если вы работаете с собой, да, в контексте самопознания, вы погружаетесь в воды вашего бессознательного, но здесь идет какая-то помощь, понимаете, это не вы, вы не самостоятельно, то есть если вы что-то делаете, здесь идет обязательно какая-то помощь от высших сил, как минимум. То есть вот здесь как будто бы сила, которая, она вас ведет, она вам помогает, она вам указывает, она вовлечена, то есть она способствует тем переменам, да, которые происходят у вас сейчас. И вот об этом идет речь. Так, хорошо. Это была первая позиция. Мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку, двоечке. На чем сейчас вы держите фокус внимания? На движении уходите или идете к чему-то? Я бы сказала, одновременно и уходите, и идете. И уходите, и идете. То есть ваше движение, к чему оно идет? К преодолению как-то самих себя. То есть вы как будто бы идете, либо, нет, наверное, не учитесь, а вы идете как будто вот в свои какие-то страхи, да, то есть вы начинаете приобретать какую-то силу внутри себя, которая помогает вам именно преодолевать что-то, то есть быть конкурентно способным, но не во внешнем мире, а внутри себя. То есть, возможно, есть какие-то неудовлетворения, разногласия внутри вас самих. Вы с чем-то внутри не согласны. И вы идете как раз-таки к этой силе, да, преодолевания самого себя. Ну, не знаю, вам, наверное, там что-то не нравится. К примеру, не нравится что-то в своей внешности. И говорить, окей, я могу это как-то исправить? Да, давай, я буду это делать. И вам это некомфортно, неприятно, но вот вы и это делаете. То есть вот здесь какая-то такая энергия. Еще на чем сейчас ваш фокус внимания? На построение чего-то нового. Что именно вы тут строите? Ну, вы строите свое будущее через преодоление именно вашего эго. То есть я могу предположить, что вот эти вот страхи, да, эго, то, о чем я говорила, есть какие-то теневые моменты, которые усложняли вам жизнь. И сейчас вы как будто бы принимаете решение, что для того позитивного будущего, которое вы хотели бы для себя построить, вам нужно что-то в себе изменить. И вы это начинаете делать. То есть здесь не просто человек, который об этом думает, либо как-то фотосирует, а здесь такое ощущение, что вы уже начинаете как-то на практике, то есть вы что-то уже начинаете предпринимать, что-то делать. Да, спрашиваю, что делать по тройке жезлов, да, но вот вы планируете, да, по крайней мере, пока вы планируете, приняли решение идти к каким-то своим достижениям, да, то есть к какому-то мастерству, с чем это связано. Ну, вот вы делаете планы, то есть опять-таки это не мечта, видите, планы и шестерка мечей, это движение. То есть если что-то планируете, да, то вы, ну, допустим, это записываете в ежедневнике, вы это делаете. То есть это не то, что я сижу и там фантазирую и мечтаю. Прошу прощения. На каких событиях, на каких событиях ваш фокус внимания? Шестерка монет. Здесь какое-то взаимодействие. Четверка мечей. Аркан влюбленных. Да, то есть на каких событиях, как можно выйти вот из этого состояния четверки мечей, да, невзирая на королеву кубков, на какие-то переживания, волнения, на невозможность преодолеть как-то самого себя в контексте определения, да, что-то выбрать. То есть хочется вообще убежать от этого выбора. Я вообще его и не хочу делать. Хоть я и понимаю, что этот выбор для меня. Мне хочется убежать от этой ответственности, да. Потому что здесь вообще такая тенденция, что вот вы боитесь. То есть если подытожите сказать, на чем ваш фокус внимания, я бы сказала одним словом, на преодоление, преодоление своих каких-то страхов, на преодоление своих каких-то слабостей. То есть, например, четверка мечей, невозможность как-то действовать, да, то есть мне страшно, я лучше убегаю вот в этот сон, потому что реальность мне не нравится. То есть вот этот вот побег, да, аркан влюбленных здесь тоже говорит о том, что я убегаю от принятия какого-то решения, потому что мне страшно нести ответственность за свои собственные выборы. По королеве кубков я очень сильно переживаю, волнуюсь, как вообще все будет происходить. Вот, и шестерка монет как раз-таки говорит о взаимодействии. То есть вас это как будто бы пугает. Что за взаимодействие? Какое взаимодействие вас пугает? Ну вот смотрите, вам страшно, да. Тройка мечей. А вам страшно, что жизнь пойдет не по вашему сценарию. И причем, знаете, вы 100% уверены, что так и будет. Потому что если бы все ушло по вашему сценарию, у вас бы это так и не было для вас таким болезнью. То есть вы как будто бы здесь, знаете, утрачиваете, здесь идет утрата. Вам кажется, что вы как будто бы теряете себя. Вот это вот ваше понимание, себя. Вот слово себя здесь в контексте эго. Что вы как будто бы теряете свою личность. Вам приходится как-то себя ломать. И это неприятно. И так думает эго. Но вы это преодолеваете. То есть для вас это какой-то абсолютно новый опыт сейчас. Не знаю, может быть, никогда, допустим, к примеру, никогда не работали на холодных звонках, да. Ну вот боялись получить какой-то отказ от человека, да. А тут, ну, ну, приспичило, и есть только вот эта работа. И вот вы идете, вам страшно. Но вы звоните, вы принимаете эти отказы, да, неприятно, да, больно. Да, принимаете как-то на свой счет. Вот как-то близко к сердцу, да, это вас ранит. Но при этом вот как-то все равно вы продолжаете ходить на эту работу. То есть здесь не в плане того, что я буду страдать от этого. А здесь вы как будто бы это все на первых порах пока не окрепнете. То есть вы понимаете, что вот то, что вы выбрали для себя, это наилучшее, это поможет вам окрепнуть, стать более уверенным человеком, и вы приняли правильное решение. Второй вопрос, что, знаете, как этот, глаза боятся, а руки делают. Вот это вот про вас сейчас на данном этапе. Это то, что происходит у вас сейчас. Я извиняюсь. Но если выбирать, оставить вас без расклада, либо иногда прочищать горло или кашлять, я выбираю второе. Вот. Ну, надеюсь, это не так критично и не сильно вас раздражает. Не очень надеюсь, что скоро-скоро выздавлю. Прямо вот вообще буду идеально. Итак, позиция номер три. Троечки. А на чем сейчас ваш фокус внимания? На чем сейчас вы сфокусированы? Королева Педакли. Верховная Жрица. Четверка Жилов. Верховная Жрица. На чем вы сейчас сфокусированы? Здесь идет какая-то забота. Как будто бы, знаете, сейчас какой-то период, я не знаю, отдыха что ли. Ну, либо какая-то светлая полоса в вашей жизни, когда все дается легко. Не извиняюсь. Достаточно легко. Какой-то период отдыха идет. И вот этот период отдыха, как будто вы посвящаете изучением чего-то. Что вы тут изучаете? Ну, если это банально, то просто мечтаете, фантазируете о хорошей жизни, я так могу сказать. Но если все-таки в контексте самопознания... Если все же это в контексте самопознания, то, возможно, здесь фугус внимание направлен как будто бы на какую-то визуализацию, то есть какие-то действия, направленные на выбор. То есть, правда, выбор вы это делаете каким-то мистическим способом. Не знаю, через высказывание, какое-то намерение. Ну, то есть здесь нетрадиционный какой-то способ. Здесь работа с вашим бессознательным. То есть вы как-то взаимодействуете с бессознательным. Загружаете туда какую-то программу. Здесь как-то так об этом идет речь. Еще на чем сейчас ваш фокус внимания. Ну, вот вы на себе. На себе. То, что долгое время здесь как будто бы хотели, но как-то не получалось у вас все. Ну, такое чувство, что, не знаю, может быть, у кого-то мини-отпыск сейчас, либо какой-то отдых, ну, либо время такое, поле благоприятное. То есть если работаете, то есть возможность как-то уделить время себе. Долгое время как-то это хотели сделать, но не получалось. И сейчас пришло время, как-то вот, знаете, ну, заслужили, да. То есть, я не знаю, может быть, кто-то специально себе сказал, что, ну, все, хватит, да, быть для других, хочу быть для себя. Вот. А для кого-то, может быть, действительно ситуация так просто развернулась и дала вам возможность обратить внимание на себя. Хорошо, смотрим, на какие действия. Ваш фокус внимания сейчас. На какие действия направлен ваш фокус внимания. Так, сразу два аркана и два великих. Вот, смотрите, да, один аркан императора, другой аркан отшельника. На себя отшельник, говорит, на поиск. Поиск каких-то ответов. Это ответы могут быть связаны, либо, я не думаю, что это с каким-то человеком, потому что у меня здесь все-таки очень много женской энергии. То есть, женщина, она больше обращена на себя. Ей как будто бы не интересен мужчина, сейчас вообще не об этом. На какие действия? Я бы сказала, на стабилизацию. На укрепление своих каких-то позиций, и на стабилизацию. То есть, здесь момент на себя. Момент здесь и сейчас. Какой ответ вы ищете? Ответ аркан высшего суда. То есть, действия сейчас действительно какие-то судьбоносные у вас происходят. события. События связаны с высшим судом. Как будто вы собираете какую-то информацию. Может быть, для кого-то действительно какие-то судебные процессы происходят. А для кого-то такое ощущение, что, вы знаете, как-то тени прошлого всплыли. И, не знаю, какие-то слова, может быть, из прошлого. Какая-то информация. Может быть, какие-то слухи из прошлого. Вспыли. И вы сейчас как будто бы ищете ответ на вопрос, как можно эту ситуацию завершить. Не знаю, может быть, это... Вот я говорю, если это, допустим, судебное какое-то дело. Либо даже судебное, потому что какое-то разбирательство. Вспыли какие-то слова, и вы как будто бы разбираетесь для того, чтобы поставить точку на этом прошлом. Здесь какой-то привет из прошлого. Король Пиндакли. Привет из прошлого, он связанный как-то с семьей. Семьей. Так, хорошо. И на каких событиях еще? Ну, смотрите, здесь с одной стороны могут быть вот эти вот семейные вопросы, да? Либо, если это не семейные, то что-то связанное с вашим прошлым. Оно всплыло, и вы сейчас ищете ответы. Что с этим делать? Как это стабилизировать? Либо десятка кубков это, кстати. Либо здесь вопрос того, вы как будто бы хотите, вот такое чувство, что долгое время что-то хотели для себя, как я здесь сказала ранее, и не получали. И сейчас у вас есть вот эта вот возможность как-то соприкоснуться с этим. Что это такое? Чтобы понять. Какая-то ситуация такая достаточно кризисная, сложная. То есть вы долгое время над ней работали. Как-то боялись. Ситуация такая, знаете, которые прикладывали какие-то усилия. А что больше вы как будто бы привязывались к ней, либо к этой ситуации она имела для вас важность, и больше вы ее теряли, да? Здесь какая-то утрата. И, возможно, раньше вас это как-то, вот пятерка жезлов и девятка мечей, говорят о том, что вы этого боялись, но здесь страх в контексте того, что вы это уже знали. То есть, я не знаю, здесь какая-то ситуация, не то, что она, она вот вроде бы с одной стороны как-то внезапно для вас скрылась, а с другой стороны вы как будто бы внутри себя, где-то как-то интуитивно это уже ощущали. Ну, я не знаю, бывают такие моменты, например, что приходит информация на работе, да, что будет какое-то сокращение. И вы интуитивно понимаете, что вы попадете под это сокращение. Вроде бы никаких предпосылок не было, но вы это понимаете. И так оно и случается. То есть вы как будто бы заранее уже знали, что так будет. Здесь, либо, я не знаю, наоборот, что-то происходило, и вы сами себе говорили, рано или поздно это придет к завершению. И просто когда это случилось, вы не были вот готовы, да, то есть как-то, чтобы барально не были готовы. Знаете, иногда вот мы говорим, что да, да, вот так вот будет. И, ну, не знаю, в отношениях, когда один из партнеров говорит, а, я вот уйду. Мы говорим, да, 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 ты уже сто раз уходил, и все, никак уйти не можешь. А потом это вдруг как-то случается, и вы в таком шоке, типа, ну, как так? Хотя внутри себя, например, четко понимали, что это конец придет. Вот здесь у себя какой-то такой ситуации идет. И это как будто бы вам обрезало крылья. Причем, смотри, здесь так интересно, это серьезная какая-то ситуация. И она привела вас к тому, что я сказала в самом начале, да, на чем сейчас ваш шокус внимания, вы развернулись к себе. То есть ситуация, допустим, какая-то, она была вовне, ну, в социуме, а вы переключились на себя. Ну, вообще-то это правильный подход, да, только главное, чтобы вы решали эту задачу. Ну, то есть решили, а потом переключили на себя. То есть заниматься собой и тем, что я хочу, заботой о себе. Ну, я знаю, как иногда, например, кто-то пишет, да, долгое время хотела уйти, уволиться с работы, тут попала под сокращение, ну, и хорошо, не буду я переживать, там, хотела сходить куда-то, там, не знаю, покрасить волосы, сходить на массаж, ему прекрасное время, либо хотела там отоспаться на выходные, вот теперь уже целую неделю отсыпаюсь, это хорошо и наслаждаюсь. Вот здесь ситуация какая-то такая. Об этом идет речь, на этом у вас фокус внимания. Ладно, потом соберу карты. Вот такой был аркадный расклад для вас. Благодарю вас за внимание, благодарю вас всех за терпение, что вы слышите, что я иногда кашля, либо горло прочищаю. Я понимаю, что это не всегда приятно, это не эстетично, вот, но благодарю за ваше понимание и терпение. Ну, и также за ваши комментарии и лайки. Я с вами прощаюсь до следующего расклада. Всем пока-пока!